Доброго времени суток! С вами Ети и в этом видео мы разберем окситоцин, гормон доверия, любви и социальных связей. Почему данная тема нам будет полезной? Потому что окситоцин, как я сказал в прошлом видео, является эффективным подавителем стресса. То есть напрямую способен снижать уровни кортизола, о чем мы поговорим далее. И сначала я хотел бы сделать акцент на его влияние на уровни физиологии, как гормона, а затем разобрать его уже как нейротрансмиттер. Потому что у него, по сути, есть несколько ролей в нашем организме. Первая роль, которая была тщательно изучена, заключается во влиянии на роды и на лактацию. То есть у женщин, условно, повышается окситоцин во время родов, для того, чтобы сделать их менее болезненными. И для того, чтобы тело, ну скажем так, раскрылось, немного расслабилось, потому что его основное свойство это снижение тонуса гладкой мускулатуры. То есть расслабляющий эффект. И, соответственно, также он вырабатывается в ответ на стимуляцию сосков у женщины, которая родила ребенка. Ну, соответственно, самим ребенком. И в этот момент времени окситоцин участвует в лактации. То есть способствует выделению молока из молочных желез. Кроме того, стоит сказать, что он снижает артериальное давление и способствует снижению уровня кортизола, как я об этом уже говорил. Потому что он способен оказывать прямое влияние на активность стрессовой оси, которая управляет нашими надпочечниками и выделяет необходимое количество кортизола в ответ на стресс. Так вот, окситоцин уравновешивает данное состояние. И, допустим, экзогенное введение окситоцина может приводить к подавлению уровней кортизола. Он может использоваться для ускорения родовой деятельности. То есть в случае, когда роды задерживаются, например, введением окситоцина извне могут стимулировать роды. В том числе его иногда используют для того, чтобы улучшить лактацию. И стоит сказать, что для этого необходимо, чтобы у человека были адекватно работающие рецепторы. И достаточное их количество. Ну, рецепторы окситоцина имеется в виду, само собой. Потому что от них будет зависеть влияние окситоцина на организм на физиологическом уровне. И в том числе стоит отметить, что некоторые эпизоды травм, особенно в детском возрасте, могут приводить к неправильной регуляции окситоцина кортизола. Ну, соответственно, это снижает, скажем так, стрессоустойчивость в будущем и способствует развитию разных психических проблем. То есть изначально система окситоцина может быть неправильно сформирована еще в детстве. То есть, если, допустим, было сплошное жестокое обращение с ребенком, ну, какой-то крайне радикальный случай, и не было достаточного получения окситоцина еще в детстве, то есть любви матери фактически, или там кормления грудью и всего остального, то таким образом ребенок, недополучивший окситоцин, может быть в дальнейшем подвержен повышенному стрессу и различным там тревожным расстройствам. Даже есть вероятность аутизма и всего прочего. То есть, стоит сказать, что у окситоцина в организме на самом деле очень важная роль. И, наверное, стоит перетекать к теме уже окситоцина как нейротрансмитера. Итак, окситоцин может принимать участие в половом поведении, в формировании любви, то есть данного чувства, и чувства привязанности к партнеру. Так вот, за счет этого считается, что многие связи, которые возникают в природе между самцом и самкой, они связаны все-таки с повышенными уровнями окситоцина во время их, скажем так, полового контакта или каких-либо подобных взаимодействий. В момент возбуждения и каких-либо физических контактов окситоцин может вырабатывать такое позитивное отношение к партнеру. То есть он как раз способствует развитию чувства любви, помимо всех остальных нейромедиаторов, которые выделяются. То есть он может усилить данные ощущения. И негативный момент в том, что он может усилить негативные ощущения в момент расставания. То есть окситоцин и усиливает наше чувство комфорта, когда, скажем так, два человека воссоединились, у них возникла любовь. И после того, как по какой-то причине у них разрушаются отношения, окситоцин способствует возникновению неприятных негативных эмоций по отношению к вот этому вот пережитому событию. То есть он как может регулировать наш стресс, так и в некоторых случаях может его усиливать. Но некоторые случаи чаще всего относятся к случаям расставания, наверное. Окситоцин участвует в формировании тесных близких отношений между людьми. И причем эти связи могут быть как между родственниками, так и между партнерами. То есть мужчина с женщиной, которые не являются родственниками, испытывают связь друг с другом с помощью окситоцина. И та же самая ситуация наблюдается, например, у матери с ребенком. То есть там тоже происходит активный обмен окситоцином. Ну и соответственно все соприкосновения, близкие контакты, скажем так, тактильные, приводят к повышению уровней окситоцина и формируют чувство любви и привязанности. То есть одновременно. У женщин способность производить телом окситоцин значительно выше, чем у мужчин. То есть у женщин уровни окситоцина выше, у мужчин они ниже. И какое отношение все это имеет к мужчинам? У мужчин в момент полового возбуждения, когда он находится в непосредственной близости с партнером, повышаются уровни вазопресина на начальном этапе, а после эякуляции уже повышаются уровни окситоцина, причем они повышаются значительно. В течение следующих 30 минут повышаться они могут в несколько раз соответственно. У женщин не у всех наблюдается данная обратная связь. Поэтому чаще всего мужчины чувствуют себя лучше после полового акта, и таким образом они сбрасывают напряжение и стресс. У женщин это не всегда работает таким образом. Ну, на самом деле очень интересный момент. Моя гипотеза заключается в том, что у нас существует какая-то обратная связь, по которой мы воруем окситоцин друг у друга. То есть у женщин он выше, и он передается мужчинам. При этом, когда женщина вступает в половой контакт с женщиной, на примере шимпанзе-бонобо, такой вид приматов, у которых присутствуют однополые половые акты, причем довольно высокую распространенность имеют именно женские половые контакты, так вот, у них уровни окситоцина повышаются более значительно при половом контакте с самки с самкой. Чего нельзя сказать о контакте с самки с самцом. В ситуации самки с самцом, скорее всего, почти на всех моделях больше окситоцина выигрывает именно мужчина. При контакте с самки с самкой уровни окситоцина стимулируются сильнее. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что существует некая обратная связь, какая-то психологическая может быть, и мы заимствуем друг у друга уровень окситоцина. Причем если у самки, допустим, высокий уровень окситоцина, у самца слабый, то самец повышает у себя уровень окситоцина за счет самки. Но самка не настолько эффективна от контакта с самцом, повышает уровень окситоцина. Но при однополом половом акте, соответственно, когда самка с самкой, и у них у обоих высокий уровень окситоцина, у них окситоцин повышается более значительно. Это вот очень странный факт, которому пока нет объяснений, это просто моя гипотеза. И очень важный факт заключается в том, что после контакта с самки с самкой, после полового акта, непосредственно у них формируется близость друг к другу. И, соответственно, они начинают даже заботиться и так далее. То есть у них выстраиваются коммуникации. И это очень интересная закономерность. И считается, ну, одна из версий ученых, что эволюционно однополые, скажем так, связи могут являться способом регулирования отношений. То есть таким образом они постоянно сбрасывают свой стресс и, ну, скажем так, менее агрессивно друг к другу относятся. Следующий механизм действия окситоцина как нейромедиатора направлен на выстроение социальных связей, доверия и даже некоторую степень альтруизма. Так вот, действительно есть интересные наблюдения, которые касаются того, что даже экзогенное введение окситоцина извне приводило к большему доверию между людьми и, допустим, к способности расставаться с финансовыми средствами. То есть действительно под влиянием окситоцина человек является более щедрым, сильнее доверяет другим людям, ну и, естественно, этим могут пользоваться те, кто знают, как повысить у вас окситоцин. И зачастую половой акт между мужчиной и женщиной предполагает, что мужчина становится благодаря повышению окситоцина более альтруистичным, щедрым непосредственно после полового акта. То есть он готов купить все, что угодно и так далее. Ну, потому что он ощутил некую зону комфорта такого, то есть улучшение настроения, естественно, снижение стресса. И таким образом он готов там расстаться с чем угодно, да. Как раз чувство доверия каких-то близких социальных контактов невозможны без участия окситоцина. Повышение окситоцина как естественным путем, так и путем введения экзогенного окситоцина приводит к построению социальных связей, доверительного отношения, альтруизма. Как я уже сказал, и вот важный нюанс как раз, что при введении вот этих всех мер в обществе, которые касаются там изоляции друг от друга, ношения масок, никаких физических контактов и так далее. Вот эта вся ситуация сказывается на уровнях кортизола и соответственно мы увидим совсем скоро последствия. Уже есть депрессивные симптомы у большого количества людей, которые обострились именно после введения вот этих всех карантинных мер. И психические расстройства растут, риски ожирения растут, все это опять же связано с уровнем стресса, который наблюдается в обществе. Одна из самых идиотских мер, кстати говоря, заключалась в том, что даже муж с женой, которые живут в одной квартире, должны почему-то ходить друг от друга на расстоянии метра на улице. Вот, даже такое в принципе озвучивалось, поэтому не удивляйтесь, что сейчас уровень стресса будет расти абсолютно у всех. То есть просто у нас снизились всевозможные контакты с другими людьми и мы начали друг друга бояться, потому что мы же все разносчики вируса и так далее. Вот это очень негативный нюанс, который будет сказываться на уровнях кортизола и уже есть тенденции к увеличению различных проблем, психических в основном. Одиночество почти всегда ассоциируется с депрессией, с какими-либо психическими расстройствами, с последствиями, естественно, для здоровья и все это связано в основном с нейромедиаторами. То есть по большей части одинокий человек испытывает нехватку окситоцина, эндорфинов, которые тоже вырабатываются в ответ на какие-то социальные взаимодействия. Уровни основных нейромедиаторов, то есть там дофамина, серотонина и всего остального. И все это будет связано с ухудшением качества жизни, с ростом кортизола, ну то есть общего стресса и так далее. Ничего данную ситуацию не уравновешивает. Поэтому одинокие люди, они чаще всего живут меньше и живут гораздо хуже, чтобы вы понимали. Какие способы естественного повышения окситоцина известны на данный момент времени? На самом деле они очень простые. Это любые тактильные контакты в первую очередь. То есть в принципе, когда вы контактируете с каким-то человеком, дотрагиваетесь до него непосредственно, это может повышать уровень окситоцина. Например, массаж прекрасно снижает кортизол, повышая уровень окситоцина и эндорфинов, например. То есть простой такой метод, который позволяет многим людям расслабиться, снизить свою тревожность. Как раз симптомом нехватки окситоцина является чувство тревоги в принципе. И таким образом можно стимулировать у себя производство окситоцина и бороться со стрессом. Поэтому если у вас есть возможность пойти на массаж, то сходите на 10 процедур и опишите свои ощущения. По крайней мере у меня качество жизни значительно повышалось, когда я ходил на массаж. Причем неважно какой он будет, на самом деле скорее всего он не должен быть слишком грубый, потому что не любые физические прикосновения приводят к повышению окситоцина. Ну например в драке скорее всего у вас не повысится окситоцин. А вот при каких-то приятных прикосновениях окситоцин прекрасно повышается. Поэтому половой акт является наверное самым эффективным способом повышения окситоцина. Половой акт должен быть полноценным. Он не должен проходить в каких-то стрессовых условиях. И это не должна быть естественно мастурбацией или просмотр порнографии плюс мастурбация. Потому что как раз в чем заключается отличие между реальным половым актом и мастурбацией. В том что при мастурбации не повышается окситоцин и пролактин. То есть вот этой вот ситуации не происходит. То есть люди получают чистый дофамин и этому радуются. Поэтому подсаживаются на это как на наркотик. Но при этом полноценный половой акт может дать окситоцин. То есть чувство благополучия пролактин. Ну то есть формировать тесную связь с партнером. И чувствовать себя значительно лучше. Чего не происходит при вот таком искусственном усилении с помощью просмотра порнографии. В этом случае человек занимается сексом сам с собой можно сказать. И таким образом он бустит у себя бесконечно дофамин. Что он может делать по 5 раз в день. Например среди воздержанцев были и такие случаи. Кто описывали что у них это происходило по 5 раз в день. Что абсолютно невозможно если бы у них был какой-то половой партнер. Потому что там человек насыщается значительно сильнее. И вот важный нюанс кстати о котором я забыл сказать. Что уровни окситоцина полученные во время полового акта. Коррелируют с чувством насыщения этим актом. Соответственно поэтому один половой акт прошедший очень быстро в каких-то непонятных условиях. В суматохе, в дискомфорте и так далее. Он может вообще не поднять окситоцин. Ну может быть и такая ситуация. Он может только вызвать стресс. А какой-то полноценный половой акт он может значительно поднять окситоцин. Соответственно после первого полового акта. Будет сохраняться желание к продолжению. Оно будет абсолютно никак не купировано. А во втором случае например человек может довольствоваться этим еще в течение 2-3-4 дней. Но опять же в зависимости от уровня тестостерона. Но у кого-то конечно уровень зашкаливает. Там допустим на курсе. И поэтому хочется постоянно. Если у человека он довольно низкий. То опять же уровень насыщения будет зависеть от возможности получения окситоцина во время этого акта. Поэтому в большинстве случаев люди используют какие-то способы расслабления друг друга с тактильными контактами. А не сразу приступают к половому акту. Ну соответственно там массаж какой-то расслабляющий и все прочее. То есть все это может усилить реакцию окситоцина. И таким образом вызвать больше удовлетворения. То есть это очень важный нюанс. Нужно всегда про это помнить. Другой способ связан с объятиями. Когда мы просто обнимаем какого-то человека. Мы уже повышаем у себя уровень окситоцина. И соответственно это может способствовать построению доверительных отношений. Как я уже говорил. То есть это такой лайфхак. Если у вас есть какой-то человек, который вас ненавидит. Его нужно просто обнять. К нему нужно чаще прикасаться. И таким образом это будет постоянно его предрасполагать к вам. И в дальнейшем у него может даже сформироваться чувство любви и привязанности. Вот это очень важный факт. Поэтому нужно этим постоянно пользоваться. Без этого невозможно заслужить доверие какого-то человека. Ну скорее всего. Даже мужчины когда здороваются, они контактируют непосредственно ладонями. То есть уже есть какой-то тактильный контакт. Это способствует выстроению социальных связей. Это не всегда связи, которые приводят к любви взаимной. Или к половым контактам, к возбуждению и так далее. То есть это может быть просто частью формирования правильных социальных взаимодействий. И таким образом женщины здороваются, они обнимаются. Мужчины здороваются за руку. Все. Обмен окситоцином в принципе происходит. И таким образом эти люди могут более активно взаимодействовать. Следующий способ это взаимодействие с животными. Очень интересный факт. На самом деле данные противоречивы. Но опять же противоречивы они по какой ситуации. Потому что дизайн исследований абсолютно разный. И нельзя воссоздать комфортную, адекватную среду. Так как это все-таки эмоционально возбуждаемый гормон. Который высвобождается в ответ на то, как мы воспринимаем какое-то действие. То тут очень важный нюанс в каких условиях это все проходит. Потому что иначе нельзя просто выработать правильную обратную связь. Если мы поместим человека в лабораторию. Заставим гладить собаку через силу. Непонятно как реагирует собака. Может она сама на стрессе. Может человек в этот момент не понимает, что нужно делать, для чего он это делает. В таких условиях скорее всего воссоздать повышение окситоцина невозможно. Но мы гладим собак, кошек и других мягких пушистых животных приятных постоянно. И мы делаем это неосознанно. Как раз с целью повысить у себя уровень окситоцина. И действительно у владельцев домашних животных. Особенно вот мягких плюшевых. Уровни окситоцина могут быть выше, чем у обычных людей. И таким образом многие люди отметят, что они расслабляются, когда они гладят кошку или собаку. Это происходит абсолютно неосознанно. Кстати говоря, интересный момент опять же, что происходит в этот момент с собакой. У собак по-моему повышается уровень кортизола. А снижается уровень окситоцина. Поэтому мы опять же тут воруем как будто окситоцин. Многие исследования намекают на то, что опять же не всегда происходит взаимный обмен окситоцином. Чтобы у собаки и у человека он поднялся. Бывают ситуации, когда у собаки повышается кортизол, падает окситоцин. А человек допустим наоборот повышает у себя тем самым окситоцин и чувствует себя хорошо. К сожалению, активное исследование социальных взаимодействий и участие окситоцина, кортизола и всего остального затрудняет тот факт, что все люди в разных условиях реагируют по-разному. То есть у кого-то допустим в момент полового акта вообще может повышаться уровень кортизола и снижаться окситоцин. Если он допустим пережил какое-то негативное событие, связанное с половым актом в прошлом. Может быть это все значительно изменило его психику. Поэтому скорее всего невозможно, скажем так, подобрать адекватную выборку участников и выделить основные закономерности. Но те, которые были выделены, я их сейчас озвучил в принципе. То есть много чего становится ясным. С помощью окситоцина можно регулировать свой собственный уровень стресса. Поэтому какие варианты? Почаще обниматься, почаще заниматься сексом, почаще ходить на массаж и соответственно завести себе домашнее животное. Таким образом вы сможете быть гораздо более стрессоустойчивым. Потому что окситоцин напрямую может регулировать уровень кортизола. В принципе на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова